Приветствую вас, ребята, и название этого ролика подкаста, скорее всего, смотивировало вас сюда зайти для того, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. Стоит ли покупать Razer на Алиэкспресс? Придет ли вам оригинальная мышка? Будет ли она работать со встроенным по Razer Synapse? И будет ли у вас биться серийный номер и получите ли вы электронную гарантию? На эти вопросы в ближайшие несколько минут я постараюсь ответить. Дело в том, что история эта вся началась около полутора месяцев назад, когда сдохла одна из моих мышек в очередной раз. И в связи с тем, что на дворе кризис, скажем так, и за полторы тысячи рублей в магазине купить практически нечего, ну, до годного. Можно купить какой-нибудь дешевый логитек, либо стрёмный Афотэч. Не хочу оскорблять фанатов Афотэч, но мышки эти, по сути, говнище-тоище. Я решил поискать в интернете какие-нибудь аналоги, возможно, хотел заказать с Алиэкспресса какую-нибудь дешманскую китайскую мышь и сравнить ее с тем, что лежит у нас на полках. Возможно, сделать какой-то версус, понять что да как. И вдруг наткнулся на рекламу Razer, что продаются детедеры, в основном детедеры, от 2013 года по самую новую модель с очень хорошей скидкой. Детедер на тот момент можно было купить за 1500 рублей, сейчас, кажется, тоже есть варианты с такой же ценой или можно за 1700 купить. Это очень хороший вариант, очень выгодный. Я, естественно, очень сильно сомневался, а вдруг придет какая-нибудь херня. Все-таки детедер 2013 года давным-давно уже не производится, а именно 2013 года мне мышка нравится и ее сенсоры, это 3.5G. Первые сенсоры пошли, которые не срывают. Ну и прогономики, думаю, да была не была, попробую закажу, посмотрим, что придет. Судя по комментариям у продавца, якобы все приходит оригинал и есть возможность заказать АЕМ-версию, то есть подешевле на 200 рублей без картонной коробки, что я в принципе и сделал. Я заказал АЕМ на детедер и ждал его около месяца. И когда он пришел, тут, соответственно, момент истины. Будет ли все работать нормально, будет ли все определяться фирменными прогами и вообще будет как себя вести сенсор. Мне было непонятно. Первое подключение показало, что да, действительно, мышка определяется как Razer Detender без каких-либо проблем. 2013 предлагает скачать Windows 10 софт с официального сайта. Сразу предупреждаю, что Razer Synapse будет работать только первой версией, потому что вторая версия не поддерживает мышки 2013 года. Я по ошибке сначала ее установил, испугался, что мышка не определяется, думал, что пришло китайское говно и не работает. Но решил все-таки попробовать скачать старый, установил и вуаля. Мышка спокойно определяется, как Razer 3.5G. Все функции работают, подсветочка, макросы, если вам необходимы, переназначение клавиш, настройка сенсора. Все работает замечательно. Ну а далее я думаю, ну пойду на официальный сайт, попробую зарегистрировать серийный номер. Что получится? Все-таки это подделка или же все-таки это оригинальный продукт? Ввожу данные с наклеечки, которые находятся на дне и все отлично. Мышка зарегистрировалась на официальном сайте, распознала время покупки и, соответственно, дает мне возможность использовать электронную гарантию. Да, в моем городе серийцентров Razer нету, но если вы живете в Москве или в каком-нибудь крупном городе, вам будет это в принципе на руку. Вы получаете девайс оригинальный и с электронной гарантией. Далее, попользовавшись мышкой более чем две недели, я понял, что да, это тот самый Razer по ощущениям. Проблем с сенсором нет никаких, но за исключением редких каких-то случаев, когда действительно его срывает. Но я это связываю с тем, что я свой коврик стирал более трех раз и его покрытие уже не выполняет те функции, которые должно выполнять. Поменяю коврик и, соответственно, отпишусь, возможно, здесь в комментариях под этим подкастом, хорошо ли стало или все по-прежнему бывают такие же проблемы. Очень редко. Один раз может быть за день сорвет сенсор в зависимости от того, насколько как бы много вы играете, а бывает и раз там два-три дня бывает срывает. Но я пошел дальше, посмотрел Razer DTether старой версии, непосредственно на ютубе разбор, что у них там внутри, какие комплектующие, какие микросхемы. И разобрал свою мышку, чтобы посмотреть, что лежит у меня внутри. И все отлично. Комплектующие те же самые, все оригинальное, сборка как оригинальная, то есть не могу сказать ничего плохого. Пайка оригинальная, никаких там остаточных следов флюса или там наклей, ничего не сидит. Все как положено на защелках, все аккуратненько, плата вся вычищенная, сенсор чистенький. Никаких следов, что эта мышка была БУ или собрана где-то на коленках. То есть все хорошо. Единственное, что, так как кто разбирал мышки Razer знает, чтобы их разобрать, нужно оторвать силиконовые эти тефлоновые ножки, чтобы добраться до винтиков. И естественно я их деформировал, приклеил назад, они уже были не те. И тут же заказал, естественно, с Алиэкспресс дополнительные тефлоновые ножки, которые пришли мне буквально через две недели. Это плюс мышек Razer, которые вы имеете или будете приобретать, что вы сможете все вот эти аксессуары даже спустя пяток лет спокойно купить на китайском рынке. Пришли ножки, установил, заклеил и все как было раньше. Продолжая играть, отличная мышка, более ли чем доволен, тем более, что за полторы тысячи рублей вы вряд ли себе что-то найдете на сегодняшний день на просторах российской розницы или даже российских интернет-магазинов. Еще раз повторюсь, A4Tech за полторы тысячи рублей будет говнище полное. Razer значительно лучше, несмотря на то, что он придет вам из Китая. Сенсор у него не будет срывать, хоть это и старая мышка, в отличие от новых A4Tech, которые заявляют, что у них супер лазерный сенсор на алюминиевых ножках, который дюжит бог знает сколько времени и отлично играется. Не верьте этому ничему. Я не являюсь каким-то отбитым фанатом Razer, я понимаю, где у них хорошие, а где плохие продукты, но в данном случае мышки в таком ценовом сегменте находятся вне конкуренции. Если вам интересно, вы можете пойти на Алиэкспресс, найти абсолютно любой детедер, который вас устроит и заказывает. Смотрите комментарии, можете заказать аемную версию, сэкономив на коробке от 200 до 400 рублей и пользоваться. Я очень рад покупкой, а самое главное рад, что потратил совсем немного денег. Я буду вам благодарен, если вы оцените это видео, напишите комментарии, покупали ли вы что-то на Алиэкспресс подобное, приходило ли оно вам с большой скидкой, при этом было оригиналом. И, соответственно, если вдруг вы решите заказать детедер, напишите, все ли вам пришло в порядке и все ли у вас хорошо работает, чтобы люди, смотря этот ролик или слушая этот подкаст, видели информацию более достоверную на текущий момент. Ведь пройдет года и, возможно, эту лавочку прикроют. Кстати, я не знаю, как это работает и почему приходят оригинальные мышки спустя, получается, 6 лет, когда в 2013 году вышел первый детедер. Не знаю. И мне, в принципе, это не важно. Подделки это не подделки. Программа определяет, сенсор отличный, работает все отлично, на официальном сайте регистрируется, значит, я склонен полагать, что продукт хороший. На этом у меня сегодня все. До скорой встречи. Увидимся или услышимся в следующих подкастах. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok